На этапе отбора претендентов в списке было немало фамилий. Среди них и генерал-лейтенант Дмитрий Пеленко, первый начальник Черноморского округа в Российской империи, и Владимир Будзинский, общественный деятель, врач, основатель Анапского курорта, и поэт Иван Варава, и герой Советского Союза Дмитрий Калинин, разведчик, погибший в окрестностях Анапы, и здесь же похороненный. Словом, достойных было немало. Достойный человек. Почему бы не назвать аэропорт? Пусть все знают своего героя. В итоге большинством голосов победителем стал Владимир Кокенаки. Он родился в Новороссийске, работал в колхозе на виноградных плантациях, был матросом и грузчиком в порту. В 1936 году Кокенаки впервые в мире выполнил петлю Местерова на тяжелом двухмоторном бомбардировщике ЦКБ-30. Через два года летчик в паре со штурманом Александром Бриндинским совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва-Дальний Восток протяженностью 7580 километров. За это им обоим было присвоено звание Героя Советского Союза. К слову, Владимиру Кокенаке принадлежат 22 мировых рекорда. С одной стороны, это хотя бы историю возобновить. Молодежь-то не знает вот эти имена, фамилии, героев наших. В прошлом году в аэропорту Анапа провели масштабную реконструкцию. Пропускная способность нового терминала увеличена в полтора раза. Теперь он может принимать 600 пассажиров в час. Именно сюда во время сезона летом прилетают тысячи туристов, чтобы отдохнуть на нашем побережье. И теперь их будет встречать международный аэропорт имени Владимира Кокенаки.